Британская благотворительная организация опубликовала шокирующие данные. Мир захлестнула волна детской онкологии. Дети на 40% чаще теперь болеют раком, чем 20 лет назад. По мнению врачей, малыши страдают от игрушек из взрослого мира. Мобильные гаджеты, мультики из планшета за завтраком и обедом. Из еды, кстати, чаще всего фастфуд. А если добавить к этому плохую экологию больших городов, не стоит забывать и про радиацию. Потенциальные пациенты онкобольниц, сейчас только не удивляйтесь, мы с вами авиапассажиры. На высоте радиационный фон в разы выше, чем на земле. Свой эксперимент на борту провел Артур Матвеев. Ну что, собираемся в полет. Аэропорт Внуково. И у меня на шее вот эта подушка, она, конечно, обеспечит мне комфорт в полете, а моральное спокойствие мне обеспечит дозиметр. Почему же я его с собой взял? Потому что не все, наверное, знают, что вот эти цифры обозначают излучение, которое получает каждый из нас, поднимаясь на высоту. А вот сколько этого излучения, как раз и посмотрим. Так, растет, растет помаленьку. Но пока до 50 микрорентген не поднимется, можно особо не волноваться. Здесь максимум было 12. И у нас 14 микрорентген в час в пределах нормы. Вот я подумал, что про обозначение в полете знают все. Оказывается, что не все. Ты знал про рентгены в час? Дима, скажи всем честно. Нет. Дима не знал. Интрига. И вот мы поехали на перегонки с самолетом. Я думаю, он обгонит. Дима выглядит встревоженным. Он не знает, сколько будет микрорентген в час. Скоро выясним. Даже зенит прилетел. В Москву тоже наверняка по дороге облучились немного. В салоне замерим здесь пока уровень радиации. Посмотрим, насколько он вырастет. Пока что в два раза меньше, чем в аэропорту. Желаю вам приятного полета. Ну все. На взлет. Скоро будем измерять. Спасибо, Санисов. А вот теперь пришла уже пора переживать какого-то облучения. Тревожно шумит наш дозиметр. И показывает нам 223 микрорентгенов в час. Это на высоте 10-60 метров. Дима взволнованный пришел. Спросите, сколько набежало. Я ему говорю, 221. Он сказал, кошмар. И сдалился. Говорят, чтобы полностью защитить салон от радиации, нужно сделать корпус самолета в 2 или в 3 раза толще. Ну а это, стало быть, мест будет меньше. Ну и в итоге полет окажется экономически нерентабельным. Дамы и господа, добро пожаловать в Екатеринбург. Международный аэропорт Кольцова. Ну что, мы приземлились. Летели 2,5 часа. Облучились примерно как на флюорографию сходили. Мышка на подушке немножко расстроена. Но Дима не унывает. Он понимает, что все лучше, еще впереди. Вот 12 микрорентген в час уже здесь, на земле. Дима не унывает.